тем будет несколько я попытался в этот раз их немножко объединить чтобы кусочки вебинара которая потом превращает в отдельный фильм мой брат Железов Юрий Владимирович чтоб они были чуть побольше значит начали вот он вебинар за номером 201 поехали перед вами очень ценная фотография и так однажды случилось чудо вот здесь вышел страшный мороз почти по господи чести хита память все старею вот так вот в этот мороз самый страшный за все 38 лет 2000 2001 год я провожу лекцию СИЗОЙ мне за мою это самодержанность представляете какой там транспорт в то время вот мне Бог подарил информацию там есть в одной учительстве персик персик был выморожен напрочь я нашел вот такую веточку через пару лет у меня был собственный персик плоды были мелкие мелкие сейчас поймете вы сейчас увидите триумф плоды были мелкие мелкие кислые кстати первый год вообще зеленые остались второй год пожелтее вот так но я был на верном пути я переношу веточку нахожу хорошее место с семеро сарая с юга солнышка и вот он первый успех уже видите фотографии какие когда о цифровых фотоаппаратах еще даже не мечтали но тем не менее что то видно вот он молодой наглый это примерно 2002 год или 2003 вот он проходит еще пару лет и первое успех а потом была длинная история помните один из вас очень хотел чтобы я все истории начиная от самого начала я рассказывал 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 поэтапно и про каждое случаи про каждое поколение но если 200 вебинаров собрать кто-то может тот же товарищ можно было бы это сделать вот хотя может быть это никому не надо и так примерно 2005 год 2005 году сжигает мой сад я продаю с таких персиков у меня было пять штук все приросты однолетние деревья искалечены 2006 года 5 мороза 40 ну и потом уже как говорит малый не дурак и дурак немалый я взял и достал с погреба черенки несколько черенков они спасли вот это чудо и внимание это брянская область брянский район это один из моих лучших так скоро под ним прибавится слово выдающихся садоводов России потому что в научных садах вы такого не увидите итак это молодое дерево а текст ниже вот это 2022 год трем в полнейших кстати обратите внимание на форму кроны обратили еще раз посмотрели еще раз посмотрели здесь два сорта еще раз посмотрели так в ледовом еще никто не сбегал я сам чуть не побежал когда эти подарки ко мне пришел еще и еще ребят а вот еще кстати видите они переделы если он выбросил бы хоть одну косточку я бы знаешь что с ним взял бы и куда бы его послал но такого никогда не случится эти косточки бесценны кстати посмотрите какие они маленькие у него не точно такие же видно нет вот она видите вот они такие а почему я подчеркнул слово косточка сейчас вы видите еще и вот он наш герой дня Олег Межин созревает плоды на корне собственных саженцах персиках хасанский и минусинский получены от Сергея добавим железа в однолетнем возрасте корне собственные ну а дальше технологии будьте внимательны посадка была нехитрой саженец поставил на многолетний дерн вот не забыв про стороны света и начал вокруг него насыпать пологи холм поняли поставил это второй последний вариант холма можно насыпать холмы сделать середине ямку а можно вот как он это хорошо что у него есть маленький свой опыт и так поставил и начал насыпать пологий холм до тех пор пока вершина холма не достигнут взлетной отметки земля в воздух Дарья просто наблюдал как они растут вы помните каждый год 5-8 обрезок каждый месяц резать ой да ладно смех лучший оружие на третий год а не каждый дал полезку плодов то есть на третий год одолеть их сердца на четвертый сполна отблагодарили за не вмешательство и в жизни не вмешательство это его это не я это он хотя одно действие я делал скашивал траву в престольном круге на расстоянии 40 сантиметров именно скашивал а не вырвал и не перекапывал на четвертый год завязались плоды и по мере их увеличения ветки начали клонить в сторону периметра кроны тем самым середина дерева полностью была открыта для солнца без всякой обрезки предъяваний и прочих проявлений садового невероста все Олег Олегович я уважаюсь подпишите мое заявление становитесь на мое место ну что это такое зачем я теперь нужен вот это внимание крона раскрылась ну какой черт ее было резать так как у нас учат главное что за этим следует смерть болезни фунгициды это бесконечное опрыскивание и смерть как получилось что кроме нас вас еще Олега Олеговича никто об этом не знает кстати я всегда говорю мы инженеры мы же Олег Олегович шофер дальнобойщик но вот что у него есть вот это далее ну читаю вот на сегодняшний день с каждого из деревьев собраны по полтора-два ветра на деревьях плодом меньше не становится плодых 60 110 грамм у меня больше 50 сроду не было хасанский и 50 80 грамм минусенский фото остатков плодов предлагаю спасибо ваш ученик Олегу вот смотрите что получается значит где-то когда-то эти же самые деревья они вот у него корни собственные чуть попали где потеплее ну ясно где Сибирь где Брянск уже почуяли клима другое и уже получились гораздо лучше гораздо вкуснее они наверняка слаще красивее видели листать больше не буду вот так вот что мне сказал один видный ученый никогда не признаюсь его фамилию видный ученый Валерий Константинович вы молодец вы там то 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 у вас все получилось но даже не мечтайте что ваши сорта вернутся опять имелось ввиду на запад и на юг даже не мечтайте они все погибнут вот это было жутко дико вот вот это слышать от ученого настоящего ученого ну что делать мы такие простые как там он говорил слово где-то было где-то было посадка была нехитрая вот и все поняли так Владимир Владимирович мы начинаем с трюфа а потом начнется столько там интересного посмотрим посмотрим сколько еще продлится этот абрикосово персиковый подмосковский сюрррр но все домашние восторги чуть не написал с одного плодом экстази вы поняли что такое это самое наша с вами Олег Олегович наша с вами система но лично я к нему уже близок несмотря на свой преклонный возраст супруга часто говорит мне сам себя не похвалишь а дальше все знают но садоводу скромному застенчивому и постоянно ищущему похвала необходимо чтобы абрикосы и персики замхатов перли как подорваны внимание вот его фотографии видели вот он сюр вот он восторг ну что еще надо вот думаете там много я изучил целый огромный дачный массив пусть это было двенадцать лет назад пусть вряд ли с тех пор что-то изменилось везде посадка в ямы везде красивейшие белые я так и до сих пор не знаю или где-то такие в природе нашлись ярко белые прям глаза глаза режут белизна вот этих голышей ровненькие вот так вот они вот это чтобы сгнила корневая шейка вот так сделано все один второй десятый двадцатый видимо подъезжает грузовик и каждый человек покупает сколько надо и накупили и давай и я нашел единственный помните рассказывал абрикос вот который был имел полтора метра штамп и весь штамп был обмотан бинтами бинтами заметно вот и там было три кисленьких абрикосика вот все и это на огромный дачный массив вот а здесь вот пожалуйста смотрим еще куда я нудный и вредный уважаемый Владимир Владимир вот а раз я нудный и вредный приближаю а ну-ка смотрим что мы видим это не грибы особого холма я не заметил но возможно здесь такое впечатление что здесь есть склон туда влево вниз вот и может быть особо холма не надо и все таки холм должен быть выше выше сантиметров на 20 хотя бы и вот это вот похоже очень на грибы чуть ли не опята видите пусть сложные вот это мне не понравилось так а здесь прямой связи с ним нет потому что есть еще канал Троценко редактором моих газет он тоже канал тоже по железу все и вот он туда свои достижения высылает Владимир Владимирович и не только он так вот а прямой связи нет а смотрит ли он вот это а может и нет может он вообще уже ничего ему не надо у него уже абрикосы есть и поняли холм маловат возможно это грибы и глаза режут на это вот рано жутко режет если даже ветка отсохла надо было оставить сучок вот такой вот как минимум вот тогда дерево проживет дольше а здесь что я знаю может это начало умирания может его черное это же закончено вот так вот я нудный вместо того чтобы радоваться взял и чуть ли не поругал человека идем дальше видите какие это у него живого владимира вот ну что узнаете ну конечно хотя сейчас я уже перестаю узнавать средние между амуром и серафимом григорий козел у него я показывал у него уникальные результаты тот же уровень что у макарова европейцы оба уникальные судоводы но он взял опять же на канал торценко не на мне напрямую писал эту фотографию вот а почему к нему да потому что это моя жигуревская я имею ввиду наверняка там с маветочки пошло тоже я себе плюс записываю да вот а вот это вы знаете что присылает кто-то у нас прислал я говорю это чья фотография моя нет не моя это делали телевидение делало в моем саду и оно уже каким-то образом пошло гулять по интернету вот кстати тоже амур вот это моя беседка это запросто вычислил это белая труба куда питомник течет вода с этого под напором в общем моё сто процентов ответил на вопрос и это что это это что это Субтитры создавал DimaTorzok